поговорим о том как собственно пишутся новости черт подчеркиваю речь идет о том как пишутся новости в агентство интерфакс украина я не собираюсь данный момент в данном случае учить там распространять наш опыт на все остальные структуры просто потому что позже об этом тоже скажем у каждой структуры есть какие-то свои собственные приоритет любая новость строится по принципу ножниц то есть второстепенные детали должны располагаться ниже основных иногда называют это перевернутой пирамидой но если это прежний принцип тогда когда в основном то в основе это были газеты и в газетной если в газетной статье вы знаете это главное находится в последних последнем абзаце то соответственно в информационном тексте основное главное находится в заголовке и в лиде тут дальше за ним уже идет пояснение о чем я сейчас скажу основные понятия с которыми сталкиваются журналисты при написании текста это первый это слоглайн это технический элемент позволяющий читателю ориентируется в содержании заметки не открывая ее это вещь которая практически не но редко используется в украинской практике тем более с развитием интернета там как бы это вообще не принято но мы сейчас говорим о профессиональной работе о работе агентство которое опять же работает для журналистов и для тех кто профессионально работает с информацией в слоглайне если обязательный элемент это геополитическая принадлежность события например там украина сша мир европа субъект новости это компания или ведомство то есть все кто кто выступает активным ее действующим лицом и новостной повод новостной повод как объект этой новости например слоглайн может быть звучать следующим образом украина тире президент тире оппозиция желательно написание слоглайне конкретного названия ведомства организации которая или активного субъекта в случае если этот субъект один и он хорошо известен если речь идет о событии каком-то о происшествии например вот здесь у нас стандарте приводится как как пример слоглайн россия тире самолет тире падение для тех кто не сталкивался с базами сбора информации я хочу просто сообщить о том что это это слоглайны находится в отдельной строке и человек который если вы смотрите на экран компьютера вы только по одному слоглайну можете определить действительно что произошло где произошло приблизительно кто субъект и ну и желательно что произошло по и тогда если вам это интересно интересно вы соответственно уже нажимаете на кликайте на слоглайн и входите в собственную новость заголовок излагает суть новости предложением количестве не более 7 76 знаков но на самом деле 76 знаков очень много как правило мы стараемся укладывать заголовки есть как бы такое пожелание от нас от наших клиентов то и в общем наш принцип это делать в одну строку компьютерную поэтому на самом деле это надо по возможности его сокращать заголовок как правило отвечает на вопрос кто и что сделал дальше дейтлайн это собственно дейтлайн откуда передается информация у нас каждая новость начинается начинается словами киев харьков там или другой город откуда откуда происходит информации дальше указывается число и собственно агентство которое выпустило интерфакс украина есть такое понятие как правочная строка справочная строка это слова строка которая находится под под заголовком и описывает используется при публикации расширенных версий поправок то есть если мы расширяем какую-то версию новости то мы в справочной строке должны указать чем эта новая версия отличается от предыдущей например добавлен 3 4 абзац или добавлен 3 5 абзац и изменение коррективы в шестом абзаце лид максимум 5 строк которые являются расширенным расширенным фактически заголовком он должен сообщить главный смысл сообщений он должен быть интересным потому что не должен быть сухим и желательно при этом содержать суть происходящего крайне частая ошибка это такие описывающие лиды да но например это очень любят делать при службе почему нам все приходит много приходится переделывать о том что он условно для президент украины провел совещание таким в 99 процентов случаев быть не должен служить в том случае лишь том случае это может быть лидом если сам факт проведения совещания является новостью как правило то это не бывает поэтому естественно в лид выносится та часть сообщения та часть событий которая является главным и собственно содержать несет какое-то содержание цитата подкрепляющая лид она очень важно потому что наши клиенты должны знать не то что именно сказал не только то что именно сказал ньюсмейкер а то как он это сделал и в каком контексте но вот мы в общем основным нашим требованиям является использование полных цитат потому что как я сказал рваная цитата она вызывает иногда недоверие наших клиентов поскольку они не могут сказать каким образом в каком контексте точно была сказана высказана та или иная мысль при этом мы используем рваные цитаты то есть вырванные из текста из полного текста заявления в том случае если полная цитата является очень громоздкой и и и очень трудно трудно переварить да а в части этого высказывания которое было было сделано но содержит какой-то очень красивый оборот и тогда мы этот красивый оборот можем использовать использовать соответственно новости дальше это контекст это то что я уже говорил после лида и цитаты идут несколько параграфов содержащих контекст необходимый для понимания ситуации ну и в конце новость снабжается бэкграундом позволяющим читать и лучше понимать историю вопроса действующих лиц бэкграунд может быть также внутренним в случае если подоплек того или иного события необходимо необходимо ее показать сразу том что она вот необходима для понимания дальнейшего текста ну в качестве примера могу назвать например ситуацию вот если скажем какой-то ньюсмейкер делает заявление опровергающие или его собственные слова или какое-то важное событие важное сообщение которое было недавно ну например какое-то время назад было сообщение о том что подписан договор между украиной россии по газу на самом деле он подписан не был и в случае если кто-то из действующих лиц делает заявление о том что он подписан не был то для того чтобы люди наши клиенты поняли важность этой новости надо сразу дать им сообщить о том что там день назад и два дня назад произвучало сообщение что такой договор был и тогда они понимают почему это опровержение стоит собственно новости ссылки который является важной частью новости кто кто конкретно говорит бывает важнее того что он сказал поэтому ссылки является можно вы выдаются как можно выше в новости как правило это второй абзац сразу после лида или в лидер же правильная ссылка это максимально полное описание источника информации при этом источник анонимные источники интерфакс украины используют конечно как и все но только в том случае если информация совершенно точная и достоверная но мы знаем что это правда в случае если агентство перейдет что-либо с ссылкой на источник она отвечает за это содержание полностью если мы ссылаемся на конкретное лицо в конечном счете отвечает это лицо но при анонимности источника безусловно это полностью наша ответственность поэтому использование анонимных источников допускается но еще раз в том случае если мы уверены в том что это правда и во вторых максимум необходима максимально полная привязка этого источника какому-либо ведомству или органу то есть это может быть источник в прокуратуре источник кабинете министров источник какой-либо политической партии источник близкий к этим структурам обсуждение ссылаемости занимает кстати большое время в наших корреспондентах обсуждение собственно с источниками поскольку очень часто те кто информацию сообщает на принципах анонимности даже не хотят сообщать где ну круг скажем так ведомства откуда он пришел например там недавно был такой случай когда мы информацию передали и на мой вопрос а можно дать на источник в вашем ведомстве сказал не не ни в коем случае какому угодно другому ну в итоге вышла информация со ссылкой на источник близких переговоров это нежелательно но в том случае если эта новость имеет общественную резонанс это допустимо да форматы форматы новость выходит в виде молнии это так называемый флеш который идет одной строкой и в общем по которому на самом деле объясняет все что происходит а вот согласно ныне действующим нашим правилам которые мы недавно обсуждали с коллегами например во флэше если это высказывание ньюсмейкера дается полная цитата высказывания ньюсмейкера а потом через тире пишется кто это собственно сказал флэш является первой новостью по большому счету это заголовок но с другой стороны бывали случаи когда и случай часто бывает когда флэш при публикации экспресса экспресс это новость состоящая уже из двух абзацев которая идет за флэшем не позднее пяти минут мы заголовок можем менять то есть флэш должен быть более всеохватывающим чем заголовок просто новости заголовок просто новости за ним следует как бы новости поэтому она может более подробно описать все что было флэш должен вобрать в себя все и после него в общем то никаких вопросов у клиента не должно возникнуть у тебя должно возникнуть желание читать новость в общем и целом основные принципы я бы сказал это в части новостей я рассказал и осталось два слова о том как собственно их писать тут наверное правил общих быть не может а могут быть только принципы но прежде всего думайте о том для кого вы это пишете я уже об этом говорил это пишется для людей кто принимает решения кто читает газеты кто смотрит телевизор главное чтобы заметка отвечала на вопрос ну и что с того то есть не может быть заметки ради заметки события должно должно на самом деле менять изменение менять какое-либо положение дел и люди должны понимать что из этого что после этого произошло главное когда вы пишете напишите сформулируйте четко первые два абзаца потом на самом деле все остальное приложится а начинать как я уже сказал надо с заголовка то есть заголовок потом два абзаца и дальше дальше все остальное есть такой принцип использовать метод десяти десяти ключевых слов попробуйте умысленно написать список десяти ключевых слов без которых вы просто не можете написать эту заметку подкрепление цитаты мы уже об этом говорили не при этом наш стандарт советует не усердствовать прямыми цитатами я уже сказал их лучше не перегружать если они громоздкие может быть и прямые но громоздкие они просто затрудняют затрудняют чтение ну и в конце новости как я уже сказал прочитайте ее вслух и подумайте вы это захотите слушать или нет так ем ну и м п м Продолжение следует...